Московское время, 15 часов 5 минут. От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским. Иван Стародубцев. Замечательный специалист по Турции, политолог. И далеко не только политолог, потому что мало кто знает, что Иван был долгие годы представителем силовых машин в регионе. То есть объездил всё на свете от Ирана до Африки. И вообще-то говоря, крупные проекты, которыми он командовал до перехода на свежую такую стезю, заставляют меня гордиться тем, что у нас есть и такие технари. Хотя в этом качестве мы с ним ни разу ещё не говорили. А много мог бы он рассказать о строительстве электростанции и много чего ещё. Вот позавчера мы буквально на полупесне оборвали всё, что говорили о Турции. А сегодня новости. Иван, вам слово. — Добрый день. Евгений Янович, как всегда, спасибо большое за тёплые слова. — Ты вообще душевный. — Да, очень душевный человек. — Я внешне свиреп, злобен, а так... — Евгений Янович, обычно гостей представляют как мой дорогой друг, мой старый соратник. — А я не приглашаю других людей просто. — То есть нет ни должности, ни звания. В основном вот так. — Именно поэтому они здесь, я не приглашаю по должностям и званиям, я приглашаю людей, потому что они умные, умеют хорошо говорить, владеют материалом, и я за них ручаюсь. — А мало ли какой идиот придёт, обвешанный званиями. — Мне-то это зачем? Это ж краснеть придётся. — А знаете, какой я некрасивый, когда краснёт? Как рак варёный, с бородой. — Вань, вам слово. — Ну, на самом деле, предыдущую передачу мы закрыли курдским вопросом и прогнозом относительно того, кто будет следующим премьер-министром Турции и что это всё будет для страны означать. — Не успел пройти день, прогноз сбылся. — Да, прошло два дня, и прогноз сбылся. Как мы обсуждали, кандидатом в лидеры правящей партии стал неизменный на протяжении многих лет министр транспорта Беналий Йилдеры. — Слушайте, а ещё раз произнесите фамилию. Хорошо звучит. — Йилдеры. В переводе с турецкого, если я переведу, будет, вероятно, ещё красивее. Его фамилия переводится как «Молния». — А-а-а, опять тот же самый Барак. — Беналий Молния. — Красиво. — Неизменный министр транспорта с 2002 года. Единственный кандидат от правящей партии, в смысле, в лидеры правящей партии, что позволило ему сегодня с изрядной долей уверенности в себе поблагодарить ещё не ушедшего Ахмеда Давутуглу за проделанную работу. И обозначить чётко те приоритеты, которые он перед собой видит. И первое слово, которое он сказал — «Мы сотрём с повестки дня курдский террор». Вот это были его ровно первые слова. — Ну да, звучит оптимистично. — Собственно, да. Собственно, на этой ноте мы закончили, этой нотой и продолжаем. Его первая поездка, она состоится, вот он буквально сейчас выезжает, она состоится в курдскую столицу, в Диарбакер. — А знаете, я вспомнил ещё один премьер-министр, тоже говорил, мочить в сортире, помните? — Мы сотрём, да, с лица земли. — Тоже начал с этого. — Нет, ну в данном случае это было сказано несколько мягче, но тем не менее понятно, какие перед ним будут ставиться задачи. — Ну, в этой связи уместно посмотреть, что это за человек. Это технократ, выпускник Стамбульского технического университета, профессиональный судостроитель с большим опытом международной работы. Достаточно сказать, что с 2002 года по 2016 год через него прошло проект на сумму где-то 200 миллиардов турецких лир. — И в долларах сколько? — Ну, не сильно ошибусь, там же курс менялся, можно сказать, что 10 миллиардов долларов, извините, 100 миллиардов долларов ровно на порядок ошибся. — Он пропустил через себя. — Нет, через министерство. — Ну, да. Ну, как бы, это просто объём тех денег, с которыми он умеет работать. — Министерство транспорта Турции — это самое финансируемое министерство страны. — И тут мы вздохнули тяжело, сидя в России. — Дело в том, что страна, она всегда себя позиционировала как транспортный хаб, как мост. Соответственно, большие инвестиции делались в дороги, в порты, в аэропорты. — Сейчас большие инвестиции пойдут в скоростные линии железнодорожного сообщения. И Бен Алиилдерым, помимо всего прочего, и что самое главное, он был в числе отцов-основателей правящей партии справедливости и развития. Стоял у истоков вместе с бывшим президентом Гюлем, вместе с опальным нынче Бюлентом Оренчем, который был помощником премьер-министра Эрдогана, когда тот выступал в этом качестве. То есть это такая тяжелая фигура, и что еще немаловажно, это ведь его не первый заход на эту должность. Дело в том, что в 2014 году между ним и Ахметом Давут Оглу была уже нешуточная борьба за то, кто же пойдет на этот пост. В итоге Давут Оглу победил, но Бен Алиилдерым появился вовремя как раз тогда, когда он может быть наиболее востребован. Потому что сейчас новоосманизм, вот эти все догмы, это все никому не нужно. На повестке дня сейчас одна простая задача. Это переход к президентской форме правления. И Бен Алиилдерым, он не просто министр транспорта, он человек, пользующийся большим авторитетом. И когда надо было решать нелегкие выборные задачи, могу пояснить, в измерии, когда надо было побеждать республиканцев, именно его туда бросили, на этот фронт. И он обеспечил своей партии рост электората где-то на 5-6%, только одно его появление. Как на местных выборах, так и на всеобщих выборах в Меджлис. А за что его так любят-то? Тяжелая фигура, авторитетен. Отец-основатель. Хорошо работает. А по возрасту? Вот он, они ровесники с Эрдоганом, да, примерно? Он 55-го года рождения, ему 60 лет исполнилось. Молодец человек для Турции, на самом деле, да и до политики, это возраст юности. Ну, да, сейчас у него все еще впереди, и на него будет большое внимание. Параллельно этому процессу, опять же, то, о чем мы говорили в предыдущей передаче, в Меджлисе запустили законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. И оно прошло уже первое чтение. Ну, прежде чем говорить о парламентских раскладах, я поймал себя на мысли о том, что мы нашим слушателям как-то не очень объясняем, вот какие-то такие термины бросаем, там, Народно-Республиканская партия или Партия Демократии Народов. Ну, мы так понимаем, это противники Эрдогана. Да, ну, просто буквально в двух словах, чтобы было всем понятно, нынче правит партия Справедливости и Развития, партия, созданная в 2001 году, созданная Эрдоганом. Ее можно характеризовать как правую партию, исламистскую партию, то, что называется у нас умеренным исламом. Вторая, крупнейшая по представительству партии Турецкого Меджлиса, это Народно-Республиканская партия. Это партия, основанная Мустафой Кемаль Мататюрком еще в 23-м году. И долгое время страна управляющая, управлявшая до введения в Турцию системы многопартийности. Третья по представительству, это Курды, партия Демократии Народов, которая... Неожиданно, что третья, кстати. Ну, если посмотреть на численность курдов, то, может быть, даже и в Турции проживающих, может быть, даже им пора было как-то оформиться в политическое движение. Другой вопрос, что до 2013 года, когда они основали партию, они проходили в парламент в качестве независимых кандидатов. А в 2015 году они стратегию изменили, стратегия сработала, они получили 13% голосов на выборах 1 ноября. Хотя говорили о балансе между 10 и 11, пройдут, не пройдут. Ну, вот как-то им удалось это сделать, несмотря на то, что к перевыборам, вот в 2015 году, опять же, поясню, было двое парламентских выборов. 7 июня и 1 ноября перевыборы состоялись ровно потому, что партия справедливости развития не смогла или не захотела договориться со своими партнерами, возможными по коалиции. И невзирая на все то давление, которое на курдов оказывалось, они все-таки прошли 10%. Но прошли буквально там на боровях, да вот там я в режиме онлайн отслеживал голосование, они прошли буквально подсчет, подсчет, там уже вытряхнули все бюллетени из ящиков, уже последние бюллетени и как-то вот через этот барьер перевели. Ну и третья партия, это партия националистического движения. Это четвертая у нас получается. Четвертая партия, да, четвертая партия, извините, основателем которой являлся некто Тюркеш. Это создавалась партия, это как ультраправое движение в 69 году. Достаточно сказать, что ее боевым крылом являлись и до сих пор являются серые волки, так называемые. Те самые, с которыми Драган теперь подружился? Те самые, которые некоторое время, десятилетия, они ушли неким образом в тень, но подспудно существовали. Папу Римский, покушение на Папу Римского. Мы о их существовании узнавали, да, из покушения на Папу Римского, потом из французских детективов с Жаном Рино, где показывали, как эта группировка ведет свою преступную деятельность за пределами страны. Как россияне мы помним и знаем про Алпа Раслана Челика, который взял на себя ответственность за убийство российского пилота. Это тоже движение серые волки. Ну, в общем, вот такие вот они, прямо скажем, не очень приятные ребята. И если мы посмотрим даже на кандидатов, которые сейчас пытаются перевыбрать главу партии, обратите внимание, в интернете легко найдете. Вот они, четыре кандидата стоят, и они вскидывают руки в приветствии серых волков. Не знаю, как нашим зрителям. Что-то типа зеркалит? Ну, вы знаете, оно неприятным образом на это дело смахивает, я могу показать. Не на камеру, не в том смысле, что я. Вот это их жест. Ну да. Как бы морда волка. Как бы морда волка. Вот, собственно, четыре партии, которые представлены в парламенте. Пока было партии три без курдов. Партия справедливости и развития чувствовала себя довольно комфортно. Потому что голоса всех тех, кто не проходит избирательный барьер, они пропорционально делятся между победителями. То есть у тебя меньше 10%, 10%, 9.9%. Вот твои голоса пропорционально поделились между победителями, уверенно побеждает неизменно партия справедливости и развития с большим отрывом. Соответственно, больше всего дополнительных депутатских мест перепадает им. А когда прошла прокурская партия, вот эта вольница, она закончилась. И партия справедливости и развития впервые за долгие годы стала некомфортно. Переговариваться с партнерами потенциальными по коалиции, ну, они как-то не привыкли. Да не любят они никакие коалиции. Да, они сказали, что, вот вы знаете, опыт коалиционных правительств в Турции всегда был исключительно негативный. Ничего из этого хорошего не выходило. Конечно, Ахмед Давутауглу, он совершил некий ход, крестный ход по потенциальным партнерам. Больше всего задержался у партии, народной республиканской партии, партии Ататюрка. Было очень много разговоров на тему того, ах, вот что будет, если они договорятся. Но не договорились и, мне кажется, даже особо и не пытались. Вот, собственно, такой у нас сейчас, у Турции сейчас расклад в Меджлисе. И возвращаясь к тому, собственно, зачем этот разговор мы весь начали, это к тому, что в первом чтении прошел законопроект о депутатской неприкосновенности. Принципиальным моментом является то, кого, собственно, смогут лишить этой самой неприкосновенности. То есть, те же курды и те же республиканцы, они говорят, вы знаете, мы, в общем-то, не против этого. Только вот давайте будем снимать неприкосновенность со всех. По любым делам. Не только по связям с рабочей партией Курдистана, там, с терроризмом. Любая коррупция, видимо. И тут, значит, тогда неизбежно возникнет вопрос дела 17-25 декабря, когда просочились компрометирующие документы в отношении правящей партии в масс-медиа. Да хуже того, верхнего начальства. Да, там было много чего опубликовано. Правящая партия как-то вот это дело пытается от этого дела уйти. И все больше напирает на проблему для страны номер один этот терроризм. Итак, прошло первое чтение. Первое чтение показало, собственно, то, что и должно было случиться. Партия Эрдогана и правые договорились. В первом чтении они получили. Прямо стругацкие пауки договорились. Из 550 голосов они набрали в поддержку законопроекта 348. То есть это уже им дает возможность выносить вопрос на всенародное голосование, на референдум. Ну, что дает всенародное голосование, обычно мы знаем. В такой ситуации. В любой ситуации. Дело в том, что мы говорили уже на прошлой передаче, о том, что Эрдоган и правящая партия, они свои референдумы не проигрывают. Как они так умудряются? Ну, умеют люди. Ну, во-первых, если говорить о личности Реджио Патаипа Эрдогана, он без сомнений тяжеловес номер один в Турции. Он очень хороший оратор. Вообще-то он выпускник религиозной школы имамов-хатипов, что означает, что он умеет работать с массой, он умеет выступать, он умеет захватывать толпу, он знает к ней подходы. Так что, возвращаясь к этой теме, 348 голосов и совершенно не факт, что будет завтра на втором чтении. Дело в том, что... Это мы возвращаемся к снятию неприкосновенности. Да, совершенно не факт. Почему? Потому что, как всегда, в последнее время партия республиканская учудила, прямо скажем. Им стало вдруг неудобно голосовать против этого закона проекта, потому что, голосуя против него, они вроде как оказываются в одной лодке с курдами. Господи, прости. То есть... Посчитает, напоминает, тебе посудить, а ты не воруй. То есть, они говорят так. Вот вы знаете, вот как-то нам, вот мы, мол, в Меджилисе проголосовать, может быть, проголосуем за этот законопроект, но когда на референдум вынесем, обязательно будем против. Потому... И они говорят, потому что курды. А потому что курды. Вот неудобно. Мы не можем находиться рядом с курдами. То есть, курды в Меджилисе, они становятся, стали... Такими токсичными, как будто. Так, да. Они попали в положение изгоя. Очень российская, на самом деле, ситуация. Ну, вот... Ну, какая есть. Ну, вот уж такая есть. В этом немалая доля вины и самой курдской партии, которая себя не совсем верно позиционирует. Они же тоже, в общем-то, не молчат и говорят откровенно, что если снимут с нас депутатскую неприкосновенность в милицию, мы не пойдем к прокурору, мы не пойдем давать показания. А куда пойдем? Ну, мы отказываемся идти, а если дойдет до этого, народ создает не только один парламент. Если народ создал один парламент, он может создать и второй. Сепаратизм. Да. А вот это уже да. Как это еще можно понять и расценить? А не специально правящая партия и союзники делают, вот обостряют? Потому что такое впечатление, что специально. Они же понимают, как курды отреагируют. Ну, здесь уже сложно сказать, где курица, где яйцо. То есть, с чего все это началось. До определенного момента шел переговорный процесс между рабочей партией Курдистана и Аджаланом. И большие делегации, руководящие, ездили на остров Имралы, где он содержится, и обсуждали там условия сложения оружия. Ну, Абдалай Аджалан – это лидер рабочей партии Курдистана, посаженный за терроризм. А сейчас ровно за это самое с Курдской партией могут снять неприкосновенность. На что их лидер Силахатин Демертаж говорит, простите, но мы же на остров не в одни ездили, с нами были представители и правительство. Но этот вопрос, он как-то повисает в воздухе. Когда надо будет сажать, про представителей правительства все забудут. Ну, как есть. И что самое интересное, если мы посмотрим на статистику, кого же, собственно, может коснуться этот закон о снятии депутатской неприкосновенности. Мы можем увидеть, что он коснется, приблизительно может коснуться четверти депутатов Меджилиса. Четверти. От любых партий. То есть, лидером, конечно, является Народная республиканская партия. На их 133 депутатских места депутатской неприкосновенности может лишиться 50 человек. Курды практически полностью могут отправиться, давать показания. Из 59 могут пойти 50. Партия справедливости и развития, тоже на нее что-то там оформлены, какие-то досье и дела. Ну, там все слабже. На 317 депутатов всего 27 запросов о снятии неприкосновенности. Ну, и националисты 40 мест, 9 дел. А в сумме это все набегает на 25% Меджилиса. И большой вопрос, когда вот эта вся круговер закрутится, когда пройдет второе чтение, старание... А она закрутится? Обязательно закрутится. То есть, назад уже никто не сдаст? Нет. Мы помним всю эту историю, как принимались поправки в Конституцию в прошлый раз, когда речь шла о неприкосновенности генералитета, который устраивал переворот в Турции в 1980 году. Там была надежда, что вот в Конституцию, конечно, вот этот вот пункт из Конституции убрали, что они неприкосновенные и несудимы. Но, мол, это ничего не значит, это в рамках политического процесса по демилитаризации страны, вот эта поправка исключается. Ну да, под Европу. Дня не прошло после того, как референдум состоялся, и уже генералы Вереницей отправились давать показания. Опыт есть. Опыт есть. И он однозначен. И он однозначен. И делается сейчас все партии правящей и правыми националистами, чтобы этот законопроект провести. Не случайно уже в интернете появилась в турецких сетях такая смешная аббревиатура. Ну, по-турецки партия справедливости развить АКП, националисты МХП. Они сказали, вот теперь у нас новая партия АКМХП. Вот, потому что, ну, они объединили аббревиатуры двух партий, потому что уже различий между ними идеологических уже никаких нету. Сын того самого Тюркеша, Серого Волка, который основал националистическую партию, он благополучно перекочевал в партию справедливости и развития. Хорошо вписался. Отлично вписался. Почему нет? Вроде родная партия на него как-то попыталась обидеться, на что он пошел плечами и сказал, что я имею право, я сооснователь вот этой партии, мне там не нравится. А тут буквально вчера появилась фотография, где они очень милые подружеские беседуют с лидером националистов. Из чего все сделали заключение, что все уже, лед растаял. Проехали. Что проехали, да, что две партии, они уже окончательно сливаются в объятиях. Ой, интересная партийная жизнь. Ну, партийная жизнь, она богатая, хотя правые националисты, конечно, они сидят сейчас уже с краю в парламенте, там у них всего 40 депутатских кресел, и понятно, что они такой уже, ну у них выхода нет. И у их лидера выхода нет. Он либо как-то переформатируется, либо оппозиция просто его, внутри партийная оппозиция его уберет. Слишком мадьюзен? А единственное, да дело в том, что слишком он... Усталил? Скажем так, неудачлив. Нерыночный он с точки зрения политической человека. Он проигрывает все, что можно проиграть, ведь успехи правящей партии, они не только в том, что она сильна, они во многом еще определяются тем, что оппозиция слаба. Оппозиция ничего не может противопоставить. Менее удачной фигуры для республиканцев, чем Калыч-Дару Лу, вспомнить невозможно. Что это мне напоминает из нашей истории? Большего неудачника, чем Девлет Бахчели, как он выступил на предыдущих выборах, и представить себе не нужно. Почему? Казалось бы, у него своя программа. Это то, что называется системная оппозиция. Им важнее сохранить свое место, чем выиграть. У них нету больше амбиций. Действительно, это ровно то, что оно мне напоминает. А вот хорошо, у них нет амбиций, а у их, так сказать, электората есть амбиции? Или тоже, или их все тоже устраивает? У нас болельщики, ну какие у электората были амбицины? Республиканцы от года к году на выборах получают, выборов к выборам, точнее, на выборах получают свои 25%, тем и живут. То есть у них есть как-то ядерный электорат. Вот, да, это их ядро. Но и то, тот самый Бен Алиилдерым, о котором мы говорили, предпринял тут на днях атаку, попытавшись это ядро потеснить в том же самом измере. Да, у них есть свой электорат. У националистов есть свой электорат. Единственная растущая сила это курды, поэтому на них была огромная надежда, конечно, что они что-то смогут. Но они не смогли размежеваться с рабочей партией Курдистана и четко определить свою позицию по терактам, по взрывам. Ну, может, по вполне объективной причине. Да. Ну что ж, я думаю, можно уже сделать пауз на новости, чтобы не начинать новую тему пока, да? Пять-пять-три-три-вести для ваших вопросов. Я напоминаю, у нас в гостях политолог по Турции Иван Стародубцев. От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским. И возвращаемся в студию, напоминаю, у нас в гостях политолог по Турции Иван Стародубцев. Однако... Однако здравствуйте, говорит в таких случаях Первый канал. Там праздник, оказывается, еще сегодня. Правильно ли? Я уловил ваш намек в ходе куларов. Да, дело в том, что сегодня в Турции праздничный день. Сегодня день памяти Ататюрка, день молодежи и спорта, который приурочен к его речи в Самсуне, которую он сказал в 1919 году, призвав молодежь страны сплотиться для борьбы с иностранными захватчиками. Прямо мне вспоминается первомайская демонстрация, речевки. Турецкая молодежь, спортсмены, с днем памяти Ататюрка, вас! Ну, приблизительно у этого праздника приблизительно такая эстетика. Ну, да. На самом деле, чего у нас творится при новом премьере, с вашей точки зрения, с российско-турецкими отношениями? Потому что, ну, еще позавчера мы говорили, вот, может быть, может быть, а может и не быть. А сегодня уже ясно. Что за фигура? Ну, в общем, понятно. А чего ждать? Ну, во-первых, ничего принципиального нового от премьер-министра ждать не приходится. То есть ничего хорошего нам от Турции не ждать. Поскольку курс, он определяется в Турции одним человеком. И мы знаем, кто этот человек. Другой вопрос, что время теорий, время стратегической глубины и всех вот этих вот концепций, оно ушло. То есть красиво говорить больше не будут? Нет, больше разговоров не надо. Можно, конечно, на полях турецкой информационной жизни будут существовать вот эти, знаете, лозунги о исламофобии. Недавно был в Европарламенте представлен большой доклад на тему того, как мусульман в Европе обижают прямо по каждой из 28 стран. Особенно в Берлине, Белефельде, Мюнхене на Новый год так обижают. В общем, по каждому члену Евросоюза собраны дела. А в Эстонии как их обижают, сказано? Ну, эти концепции и эти все идеи, они на каких-то полях будут находиться неизменно. Но время разговоров закончилось. А что приходит на смену разговоров? На смену приходит форсированный двигатель в машине, который называется Турция. Если Турция ехала с большой скоростью при Эрдогане Давуту Гулу, то теперь просто из машины убрали педаль тормоза. Теперь там две педали газа. Отморозились они, тормозов у них нет больше. Неизбежно были разговоры на тему того, что задержали в измере Челика, значит, по обвинению, в первую очередь, в захоронении оружия и по подозрению в связи с убийством российского пилота. И это было воспринято как такой жест, не жест, но какой-то пробный шар в сторону России. Как Россия на это отреагирует? Ну да, кем-то было. Ну, кем-то было. Ну, в Турции больше, в России меньше. В связи с уходом Давута Гулу тоже пошли разговоры на тему того, что... Ну, ведь он же сказал, что вот эти правила реагирования на воздушную угрозу, это я распорядился их ввести в силу. Значит, тем самым он где-то взял на себя ответственность. И это был как-то... Попытались преподнести вроде как второй шаг в сторону России. Ну, как говорит Евгений Янович, жмем плечами на все это дело, потому что российская сторона с упорством телеграфа повторяет извинения, виновные, компенсации. Вот эти три... И это единственное, что на Востоке вообще воспринимают. Три кодовых слова. Потому что иначе, ну, хорошо, ты хавага, ты глупый иностранец, европеец, белый дурак, деревенщина, которого грех не обмануть. А вот это как раз вполне восточное. Ну, дело в том, что это зеркальная ситуация по судну Мави Мармора с Израилем. И довольно странно, что к таким требованиям Турция оказывается невосприимчива. А почему странно? А уперся Эрдоган. Крепкий боевой верблюд. Вот шипастые подковы, кусается, не готов уступать. И более того, более того, ведь Израиль, Евгений Янович знает лучше меня, сделал огромные шаги в сторону Турции. Они же и извинились. И компенсацию пообещали. Единственное, на чем они не сошлись, это на требовании Турции о снятии блокады с газа. Что говорит о том, что они зря извинились и зря обещали компенсацию. Потому что не воспринимают эти шаги навстречу. Тем не менее, разговоры о израильско-турецком урегулировании, они тут циркулируют постоянно в связи с тем, что Турции просто надо получить доступ к источникам альтернативным газа. И здесь Израиль может им помочь со своими месторождениями Левиафан и со всем тем, что они в итоге получили. Но если они окончательно антиклинические идиоты, в которых многих из тех, кто занимается израильским газом, я это постоянно обсуждаю с израильтянами, подозревают, то, конечно. Потому что пойти на это, это просто отдать Эрдогану ключи от израильской экономики, от израильской политики. И после судна «Мавия Мармора» идти на это, наладив замечательные отношения с Грецией, Кипром. Ну, это надо быть еще более глупыми людьми, чем я лично подозреваю израильских политиков. Хотя вполне возможно, кто сказал, что евреи умный народ. Ну, чисто географически им через Турцию, конечно, тянуть было бы удобно. — Чисто политически им через Турцию тянуть это просто невозможно. Потому что, а кто сказал, что это последний инцидент? Это, скорее, первый такого рода инцидент был с «Мавией Мармора». Это сигнал тревожный. Вы знаете, как у нас через третий рейк было бы удобно все, например, в Европу, а вот пришлось воевать четыре года. — И дело в том, что «Мавия Мармора» там же снаряжалась и вторая по счету, и Режеп Таип Эрдоган обещал даже лично возглавить этот поход. Но как-то это все... — Я опять обсуждал это с теми, кому он это обещал. До него была доведена напрямую информация о том, что это новое флотилию «Свободу» будут топить, в прямом смысле топить, вне зависимости от наличия или отсутствия его на борту. После чего как-то вопрос ушел. — Да, Иван, а вот вы говорили, что из машины по названиям Турции убрали тормоза, теперь там две педали тормоза и газа. — А как это работает? Вот вы имеете в виду, что будет? Как она будет себя вести? Как-то более агрессивно, что ли? — Ну, для начала перед стороной стоят четкие задачи. Они понятны. Их можно прямо по пунктам расписать. Можно назвать это такая турецкая перестройка или даже, выражаясь в терминах Горбачеву, турецкое ускорение. — Вы предполагаете, что они развалятся? — Новое мышление после Горбачева. Если такой результат, я за. — Я думаю, пока это не стоит на повестке дня. Развал Турции. Речь идет о том, что Турция идет прямиком к президентской республике. — Горбачев тоже шел прямиком, и мы знаем, куда он дошел. — Довольно забавная ситуация, ирония ситуации заключается в том, что европейцы и это проморгали. Дело в том, что на протяжении долгих лет, если мы почитаем отчеты Еврокомиссии о положении и развитии демократии в Турции, они пеняли Турции на то, что уж больная роль военных сильна, и надо бы их убрать с политической повестки, и тогда демократия в Турции расцветет пышным цветом. — Вот она сейчас, да, как раз. — Зацветает. — Однако получилось, что у этой табуретки было четыре ножки, и выбив одну ножку, она как-то потеряла неким образом устойчивость. — Она превратилась в шампур власти. — Да, военных убрали. Военные, виновата потупившись, они отошли в сторону. Когда я еще приезжал в Турцию, а было это ровно в год прихода партии справедливости и развития к власти, военные, это были военные. — Это были армии. — У тебя отдельный магазин, где другие цены. — Военторг. — Военторг. Ну, это Военторг не тот, где продают значки и погоны, а Военторг с очень широким ассортиментом. — Как и у нас, как и у Израиля в свое время, как и у Пакистана, как и у Египта, абсолютно точно. — Летают самолеты напрямую, и у тебя дьюти-фри открывается посреди города, беспошлиная торговля. Тебе не надо никуда за границу ехать, у тебя беспошлиная торговля посреди города. У тебя отдельные места отдыха, у тебя гостиницы. Все твои дети, у них карточки, что они сыновья военных, они пользуются всеми правами и благами. — Это каста. Это была каста. И, как выясняется, это была такая сдерживающая сила, которая позволяла балансировать различные течения в стране. Европа получила то, что она хотела. Больше нареканий Турции она не пишет по поводу того, что у вас уже более сильные военные. Это все с ней, ну, с повестки дня. Теперь начинаются открыты новые. — А что делать с тем, что вместо них? — Да, это вопрос открытый. И действительно, у машины вот этой сейчас две педали газа, и она, эта машина, движется на пути к президентской республике. Риторика примиренческая заменена на национализм. Не знаю, к чему это практически приведет, с учетом численности курдов в Турции. По различным подсчетам от 11 до 12 миллионов человек курдов. На 77 миллионов населений. — Это может привести к ликвидации Турции как государства. — На фоне того, что сирийские курды уже три кантона объединились и объявили автономию. — Плюс рядом под боком иракские курды. — Иракские курды уже давно существуют в ранге автономии. — Ну, Барзани наладил отношения с Эрдогеном, но Барзани не вечен. — Я не очень уверен, что отношения между ними такие уж гладкие. — Денежные. — Там Турцию всячески оттесняют в сторону американцы. Не дают им уж... — Ревность. — Дело в том, что у Турции была надежда получить нефтяную... Ну, это такая немножко наивная, получить доступ к нефтяностым регионам северного Курдистана. В итоге это не кончилось. В итоге это не кончилось. Ничем с курдами договорились американцы. — Как это всегда, впрочем, и бывает. Единственная теперь надежда на хорошие новости — это Наташа Христова, которая к нам пришла. — 5-5-3-3-3-Вести для ваших сообщений. Я напоминаю, у нас в гостях политолог по Турции Иван Стародубцев.